И это не все достижения наших спортсменов. Сразу четверо прибайкальцев стали чемпионами мира по всестилевому карате. А вот представителям других видов повезло куда меньше. Из-за событий в мире они остались без международных турниров. Как это сказывается на региональном спорте, выясняла Дарья Эйвазова. С 10 лет в сборной области, с 13 в сборной России. Иркутянка Дарья Первая только вчера вернулась чемпионата мира по всестилевому карате. Оттуда девушка привезла бронзу в дисциплине Санбон Кумите. А вот ее товарищ по команде Артем Ашуров завоевал титул чемпиона мира в паре с Геннадием Голубчиковым. Выступали они в дисциплине Бун Кай Ката. Сценический бой. И останавливаться на достигнутом каратисты не собираются. Главная цель для каждого спортсмена это золото. В этот раз немножко не получилось, поэтому будем ставить цель на следующий день, чтобы привезти уже золото, занять первое место и выполнить мастера спорта. Как бы эмоций я прям таких вау не ощутил, потому что я понимаю, что это не последний мой чемпионат. И что как бы есть возможность приложить еще больше усилий, чтобы стать еще более крутым чемпионом. Чемпионами мира стали сразу четверо наших спортсменов. Им в каком-то смысле повезло. Всестилевое карате придумали в России, а потому и международные старты проходят у нас в стране. Правда из-за событий в мире этот чемпионат прошел без европейцев, но на качестве турнира это не сказалось. Даже для 12 стран или 15, которые участвовали на этом чемпионате, это было вот так. То есть мы и побились, и посоревновались, пообщались, то есть всего хватило. Не будет хватать российских спортсменок на чемпионате мира по хоккею с мячом. В сборную входят сразу 16 иркутянок. И они по праву считаются одними из лучших хоккеисток мира. Завтра девушки могли бы улететь в Швецию, но их не допустили до турнира, к которым они беспрерывно готовились 4 года. Чувствовалось вот это огорчение, знаете, когда нет сил что-либо делать, то есть нет вдохновения, нет азарта, нет огня, нет желания. То есть тренировки, они продолжились, естественно, но ощущение в воздухе витало такое, вот как будто бы мир рухнул. Мы готовились усердно, так как проиграли в прошлый раз в Норвегии и очень хотели выиграть, но, увы, конечно, нам не хватает международных соревнований. Это повод к новой мотивации, когда ты выигрываешь или проигрываешь, то есть тебе хочется еще выше на международном уровне выступать. В такой ситуации оказались многие представители нашего региона. Лыжницу из Байкальска Варвару Ворончихину сняли с Паралимпиады в Пекине. Борец из Осинского района Федор Болтуев не попал на первенство Европы, а серебряному призеру Олимпиады по стрельбе Артему Черноуцову пришлось вернуться с Кубка мира в Египте. Чем сейчас спортсмены будут заменять международные старты, непонятно, но ясно одно. Лозунг «Спорт вне политики», похоже, окончательно остался лишь красивой фразой, далекой от справедливости и реальности. Дарья Ивазова, Василий Заводский, Виктор Черкашин. Новости по будням.